Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серёга, мы продолжаем играть в фарминг симулятор 15. Так, проезжай, пожалуйста. Как видите, работа идёт полным ходом. Я продаю урожай, до сих пор езжу, и прикатил вот на продажу ещё. Плуг, он же сейлка. В общем, непонятно вот эта приспособа. Подумал, что в ближайшее время она мне достаточно долго не потребуется. Так, 10800 продать. Хорошо. И мы покупаем, мы покупаем с вами вот такую бочку за 19000 евро. Бочка за 19000 евро на 18500 литров. Купить. Спасибо. Синенького цвета. Все моды, которые у меня появляются, я напомню, они все будут лежать на Яндекс.Диске. Плюсом я там завёл файлик с описанием модов. Так что, по мере добавления я пишу, что это за мод. Так что, можете читать спокойненько. Так, погнали. У нас сегодня план максимум. План максимум завести скотинку, какую-никакую, и попробовать её накормить. Ну, в общем, по максимуму увеличить ей выработку продукции, так называемой. Мясо в частности. А заводить мы с вами будем... Заводить мы с вами будем свиней. О, продажа идёт. Денежки прибывают. Я практически всё продал. У меня сейчас идёт продажа хлопка. Продажа хлопка, да? Хлопка осталось 80 тонн. Ну, пускай ещё там разочек зачерпнёт. Он сейчас вот отсюда вернётся. Ещё разок загрузится, и потом на другую культуру его надо... ...направить будет. Я здесь пропустил практически целый день. Целый день я пропустил, промотал, потому что у меня все поля созревали ночью. Так, вот там уборка у нас идёт, кстати. Уборка идёт, а я до сих пор без курсплея. Я до сих пор без курсплея. Всё как-то ручками здесь, на этом поле. Такие дела. Так. Сколько у него там до бункера? Ну, пускай заполняется, в общем. А я хочу проехать. Вон там я видел... ...лужу с водой. Надо в этой луже с водой попробовать... ...водички набрать. Будет нет работать. Ну, я думаю, что не зря, наверняка сделано это всё. Посмотрим сейчас. Так. Да, отлично. Вода набирается. Шикарно. Так, ты встал. Подъедем. Пускай выгружает. Пока вода у нас набирается. И даже если мы сейчас купим свиней... ...а мы их обязательно купим, да? Кстати, надо ещё установить мод на перевозку этих самых свиней. Так вот, кормить нам их по факту нечем на текущую секунду. Мне надо будет очень много травы. Так, всё, этот загрузился. Подожди. Тормози. В следующий раз ты у меня со склада заберёшь... ...заберёшь... ...ш-ш-ш-ш. Ты у меня... ...вот эту штуку заберёшь ты у меня. Пшеница, ячменька, нула, кукуруза. Да, вот так. Погнали. Так. Это заправилось. Здесь у нас поля тоже созрели. На 17-м поле у нас ячмень. А на 16-м поле у нас канола. Так что это тоже надо будет всё дело убрать. Здесь практически 35 тонн... Ой, 35, говорю, 45 тонн практически полный. Поэтому поедемте вывалим. С этого поля собирается порядка 90 тонн. Порядка 90 тонн. Ну, там буквально с копейками, с какими-то... Так, тихо. Давайте посмотрим. Кстати, 99 наврал. Надеюсь, он промахнулся. 100 тонн пшеницы. Пшеница нам потребуется для свиней как раз. И по поводу свиней. И по поводу свиней. Давайте с вами покупать животные, свиньи. По 50 монет свиньи, да? Купить. Погнали. Кто не знает, это тоже мод. Он есть... Так, сколько штук-то надо нам? Давайте сразу. Нам жидкого навоза много надо будет. Твёрдого навоза много надо будет. Поэтому у нас здесь все хранилища, всё под рукой. Поэтому давайте их сразу, там, я не знаю, штучек 500, наверное, купим. Как-то это будет хорошо, мне кажется. Кто не знает, этот мод называется там By Many Animals. Он тоже лежит на Яндекс.Диске. Поэтому смотрите, забирайте, кому надо. Он убирает вот это вот подтверждение покупки. Поэтому... Так, 500. 500 свиней. Шикарно. И нам нужно этим свиньям сейчас обеспечить пропитание. Сейчас разгрузим пшеницу. А, кстати, пшеницу можно было разгружать сразу туда, свиньям. И, кстати, по поводу заборов, вот этих вот, хотел сказать. Ребята делали карту, где заборов нет. Прислали мне её, я её скачал, установил. И у меня сохранёнка моя просто тупо пропала. Такие дела. Как сделать так, чтобы... Не пропадали сохранёнки, я не знаю. Ну, в общем, я там уже и менял, и название, и чего только не делал. Как-то не работает, в общем. Не победил. Так, свиньи у нас нарисовано, что здесь, да? А давайте зайдём, посмотрим. Как тут наши хрюшки? О, ходят. Валяются. Жрать нечего, они валяются. Шикарно. Так. А как мы будем здесь... Хотя нет, проехать можно. Проехать можно. Вода у нас заливается здесь. Пшеница засыпается здесь. Так, вода. Сколько вам воды надо? Давайте посмотрим. Так, заливай пока что. Что у нас здесь ещё есть? Здесь уборка идёт. Этот с пустым прицепом обратно несётся. Так. Заливка идёт. Это хорошо. Так, здесь у нас... Это у нас наша база. Тракторов становится откровенно маловато. Так, давайте этого разгрузим, товарищи. Чтобы он нас не простаивал. Пока мы тут своими делами занимаемся, он у нас... Ну, ну. Молодец. Разгружайся пока. А мы поедем с вами... Да. Прицеп-то здесь один. Мы сейчас эту пшеницу возьмём и высыпем сразу свиньям. Они вроде как её жрут. Или не жрут. Давайте посмотрим. Свиньи. Да, зерно у них есть. Картофан нужен. Силос. У нас есть только трава и солома. Больше ни черта нету. Так что буду жрать пшеницу с травой. Запивать всё водичкой. Валяться на соломе. Больше мне их кормить нечем. 13 тонн. Давайте высыпем. Посмотрим. Ну, 500 свиней. Мне кажется, им нормально. Вообще так надо будет. Так. Здесь нам мешать будет, да? Или нам ничто, не помеха? Аккуратно сдаём. Назад. Высыпаем. Ну, 13 тонн. Это практически половина. Смотрите, бункер практически наполовину заполнился. Хорошо? Хорошо. Так, это и есть. Давайте посмотрим, что у нас по воде. Воду полностью залил. И это тоже 2 третьих, да? 18,5 тонн воды. Это 2 третьих получилось. Хорошо. Ну, давайте водички всё-таки по максимуму плеснём. Так. Деньги с меня снимают, да? За воду тоже. Как бы это тупо не звучало. Набрать воды в луже тоже стоит денег. Не прикольно. Так, давайте этого пока отстегнём. Поехали. Возьмём прицеп, которым подбирать можно солому. Можно, конечно, и насыпать. Но мы совместим приятное с полезным. Совместим приятное с полезным. Сразу подберём немножко. А чё немножко? Можно 50 тонн насобирать. Она собирается достаточно быстро. Насобираем и вперёд. Погнали. Где наш комбайн? Ползаю потихоньку. Потом его надо будет отправить на уборку канолы, на уборку ячменя. А ячмень мы уберём там этой соломы. Будет 17 поля. Прикиньте сколько. И я думаю, что соломой можно будет вообще не запариваться в ближайшее время. Можно, кстати, будет компостную эту яму полностью забить соломой. Она у нас там буквально уже практически под завязку. Допинаем. Да, за один проход. За один проход половина прицепа. 25 тонн травы. Травы, говорю. Соломы. Круто, что я могу сказать. Очень круто. Прям приятно посмотреть. Время 7 час 6 утра. У нас уже работа кипит. Поле практически убрано. Колхоз не спит. Единственное, я говорю тут, вот если разговаривать про канал, разговаривать про частоту выхода видео, выпало у меня тут, по-моему, то ли день, то ли два. Я говорю, там запарился я с этими сохранёнками, запарился с этой картой. Но, как бы я ни пытался, ничего у меня не получилось. Поэтому, если у кого есть какие-то конструктивные предложения, буду рад услышать. Так. Солома. Куда вам соломы? Внутрь завозить? Пропустите. Да, забирайте. Солома у них прибывает. Классно. Теперь они нам... А, всё, полностью заполнено, да? Шикарно. То есть, порядка 25 тонн мы им засыпали. Солома. 27. 27 тонн им засыпали, и это круто. Теперь у нас будет навоз. Это хорошо. Так. Давайте это высыпаем. Так, этот встал. Этот продаёт. Этот везёт воду. Всё шикарно. Все заняты своими делами. Один комбайн отдыхает. Комбайн отдыхает из-за того, что я никак не могу написать курс плей. И в любом случае у нас... Чё, не выливаешь? И в любом случае пока что свободных тракторов нет. Так, всё, процесс пошёл. Поехали. Где у нас прицеп стоит? Цепляем. Наш там. Я что-то тут подумал и решил, что будем называть его Алёшей. Наемный работник у нас будет с именем Алёша. Алёша Попович. Так. Солома нам больше не нужна. Нам нужна трава. Нам нужна трава. В эту же штуку мы не только собирать, а ещё и засыпать наверняка сможем травы. Давайте посмотрим. Кстати, ни разу не засыпал из этих вот... И... И как тебе? О! Подожди. Чё-то как-то... Неловко ты сыпешь мне тут. Класс. Скорость такая, приятное заполнение. Тонны только летят. Я понимаю, что наверняка много засыпаю. Наверняка много засыпаю, но тем не менее. Было бы не прикольно два раза ездить, если бы не хватило. Поэтому... Заезжаем свинятки. Здравствуйте. Будет чего вам пожевать. Валяются. Я говорю, всю жизнь удалась. Он ещё не знает, что их ждёт. И травы у нас на пятьсот свиней. Двадцать восемь с половиной тонн. Воды тридцать семь тысяч литров. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Зерно тринадцать. Ну, зерна сейчас мы ещё высыпем. К слову сказать. Зерна мы сейчас ими ещё высыпем. Набьём полную. И, в принципе, на текущую секунду кормить их больше нечем. Надо заниматься уборкой травы. Либо уборкой травы, либо... Либо посадкой кукурузы. Но кукурузу нам убирать нечем. У меня триста шестьдесят восемь тысяч кредита. Да, вот видите, вот я один день полностью пропустил. Продалось тут чуть-чуть. И всё. Ох, продалось. Подождите. Где у нас? Стопэ, стопэ, стопэ. Тихо. Вовремя я его поймал. Смотрим, что у нас есть. Что у нас есть. Так, а вот это что такое? Вот это я что-то не понимаю, что такое хранилище цены. Хм. Это сколько денег я плачу за то, что хранится у меня? Я что-то недопонимаю немножко. Хранилище цены. Странно. Ладно. Можно, кстати, щепкой заняться. Так, к слову сказать. У нас ещё есть теплица. Теплицей можно заняться. Но. Вот, кстати, ребят, напишите мне в комментариях. Вот эта вот капуста, да, которая получается с теплицей, если я всё правильно понял. Она у нас вообще идёт без цены. То есть цены на неё вообще нигде нет. Просто нигде нет. Куда её сдавать, где она принимается. И нафига её выращивать, если она нигде не принимается. И, соответственно... О, компост. Смотрите. Компост по 200 монет. Компост по 200 монет можно сдавать. Круто. А у нас этого компоста почти 500 тонн. Компост селлпоинт. Да, можно солому перерабатывать. А чё? Тоже источник дохода. Почему нет? Щепки вон почти по 700. Круто. Круто, круто. Так, чем засыпаться? Засыпаться мы будем... Подсолнухи можно засыпать. Можно овёс засыпать. И бобы. Так, давайте. Разочек засыпем. Так, пока засыпай. Подождите. Как 0 литров? Он полностью вылил. Было 2 третих и... Да, хорош. Не может быть такого быть. Не верю. Свинья. 18500 плюс 18500, получается 37 тонн. Да. Это указатель, что ли, врет? Потому что первые 18,5 тонн я вылил, было 2 третих от столбика показывало. Ну, никак не половина. Так, ладно. Что у нас ещё есть хорошего? А в принципе всё. С этими, со светиями мы ничего больше сделать не можем. Единственное, досыпать им пшеницы осталось. И на этом будет у них с ними работа закончена. Так, комбайн наш. Уже хобот выставил. Поедемте. А мы, кстати, удачно сделали, что 13 тонн отвезли. У нас как раз лишних 10 тонн, которые в прицеп не влезли бы. Ну. А сейчас у нас полностью весь урожай влезет в этот прицепчик. Проедем через свиней. Высыпем им пшеницы. И будет всё хорошо. Думаю, что к следующей серии, к следующей уборке и вообще там... Ну, хорош. Не успел я чуть-чуть выровняться. Так, высыпай. А мы погнали. Мы погнали. На уборку. Так. Вот она, теплица, да? В теплицу мы должны привозить... Вот здесь что-то такое. Ага, теплица, блин. Я услышал уже. Курятник. Курятник. Теплица у нас вот здесь. Теплица у нас вот здесь. Что мы здесь делаем? А они, наверное, продаются сюда, да? Вот это вот. Вот она, кстати, капуста. Вот она, капуста, да? И здесь либо продается, либо покупается. Я вот, к сожалению, ещё не знаю. Не разбирался с этим. Здесь что такое? Просто склад. Так. Здесь у нас... Ничего не показывает. Вот здесь, наверное, поддоны будут появляться, да? А туда надо будет продавать. Ага, понятно. Ну, мы сюда погрузчик потом, если что, привезём. Пригоним. И можно будет прям перевозить. Вообще без вопросов. Дальше. Сюда вода будет. Сюда. Семена, что ли? Или жидкое? Я так полагаю, нужны семена, нужно удобрение какое-то в виде навоза, жидкого, твёрдого. А вот, что написано, смотрите. Семена топлива, удобрение, вода. Производит палетый летусь и скрабс. Понятно. Будем экспериментировать, значит. Если кто знает полностью технологию, напишите. Буду очень признателен. Здесь мы даже можем заехать. Шикарно. Всё, ребята, я думаю, что на этом буду с вами прощаться. Уборкой я буду заниматься между серией. Уборкой именно полей своих. Потому что, как я говорил, поля огромные. И там показывать вам, как я два часа на одном поле катаюсь, не совсем прикольно, мне кажется. Все уже тысячу раз это видели. А будем мы заниматься чем-нибудь полезным. Во время записи серии, да? И коплю я деньги. Коплю я деньги, у нас 150 тысяч, мы полтинник ещё в долг можем взять. Полтинник в долг. Не осталось выбранного продукта. Ну и чё ты? Нет, кстати, давайте чуть-чуть оставим. Чуть-чуть оставим. Я что-то подумал, что всё продавать я не буду. Хотя бы немножко в виде там одного процента, скажем... Ой, одного процента, говорю, одного прицепа. Так. Что у нас можно загрузить? Что ещё бы запродать? Запродать, я думаю, можно будет... Запродать можно будет подсолнухи и сольбян ещё. Ну, в общем, два прицепа ещё продадим. Пшеницы, я не знаю, нужно нам столько, не нужно. Но, тем не менее, сейчас уберём, пускай остаётся. Дальше у нас появятся коровы. Я думаю, что всё равно там птичек каких-нибудь заведём. Вот таких вот. И будет всё классно. Всё, ребята, надеюсь, что вам понравилось. Да, подсолнухи загружается. Всё хорошо. Надеюсь, что вам понравилось. На этом я с вами буду прощаться. Увидимся в следующих сериях. Всем счастливо. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»